Усовершенствовать систему оплаты труда учителей, проанализировать объем учебной и внеучебной нагрузки школьников, сократить число контрольных и проверочных работ, утвердить требования в части инклюзивного образования. Эти и другие поручения дал Владимир Путин по итогам заседания Президиума Госсовета. Главное дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни. Создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией. Помочь тем детям, которые по разным причинам испытывают трудности с обучением. Это могут быть проблемы психологического характера, большой учебной нагрузки, сложные жизненные ситуации в семье. Отмечу, что на сегодняшний день дифференциация качества образования в нашей стране остается слишком высокой, очень высокой, особенно на ступени основного общего образования. Это классы с пятого по девятый. В перечне, опубликованном на сайте Кремля, говорится и об изменениях в сфере дистанционного обучения. С января 2023 года для дистанта должны будут применять только государственные ресурсы. Помимо этого, президент поручил рассмотреть вопрос о госрегулировании оборота информационной продукции для детей в интернете. Также в перечне поставленных задач обновить систему преподавания истории на уровне общего образования и поддержка школьного туризма. Кроме того, Владимир Путин поручил включить в программу по капитальному ремонту школ на предстоящие пять лет оснащение их мебелью и оборудованием, разработать предложение по сокращению сроков строительства и реконструкции образовательных учреждений. Выступая в августе на заседании президиума госсовета, президент России обратил внимание на то, что многих педагогов задевает термин «образовательная услуга» и поручил исключить из законодательства это понятие. Давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос корректировки законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах. Отдельная тема в опубликованном перечне – широкая информационная поддержка конкурсов профессионального мастерства педагогов. Владимир Путин предложил создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование.